Hyundai Tucson 2016 год 70 тысяч пробегов Да работает мягенько, слушай, ничего там мягенько Расскажем зрителям причину обращения Я сказал уже, что год такой-то, пробег какой-то Что там мастера-то говорят, приемщики Клиент обратился к нам примерно два месяца назад После диагностики в стороннем сервисе Ну и потом, с последующей, конечно, нашей диагностикой Было выявлено в первом цилиндре Первый цилиндр постоянно заполнен маслом Расход примерно полтора-два литра на одну тысячу километров То есть человек просто каждое утро у него начинается С того, что он достает чуб и доливает масло Еле-еле она заводится, видимо, из-за разности компрессии в первом цилиндре Компрессия у нас 9, 14, 14, 14 Так что будем разбирать и смотреть Турбину, естественно, тоже уже посмотрели Никаких люфтов нету А мотор у нас здесь 1,6 1,6, да Турбо с непосредственным впрыском Что, турбо? Да Люфтов нет никаких, вот на лопаточках Только какие-то следы механического воздействия Это песок, ну, что-то небольшое явно Потому что геометрия у него так, на ощупь, явно не нарушена Продолжаем разбор двигателя Натяжитель, в принципе, еще на половинке, да? Ну да Не сказать, что намного он вышел С другой стороны, 70 тысяч пробег Но здесь особенность этого мотора в том, что у него же стоит топливный насос высокого давления И, соответственно, на муфту выпускную постоянная нагрузка идет гораздо больше То есть насоса Конечно Вот здесь же стоит насос И, как правило, всегда на машинах, на моторах, на которых нагружены валы Всегда больше вытягивается цепь Слушай, ну, а вот цвет такой Цвет, ну, это же как бы со слов владельца Он доливал масло сюда литрами Поэтому, скорее всего, это просто картерные газы Пока вот промежуточные итоги можно сделать То, что вот, как мы и рассказывали, первый цилиндр у нас, да? Прям, ну, невооруженным глазом видно Относительно, вот попробуй, как бы все возьми Да, стекает масло И еще один косвенный показатель Это частота впуска Как бы, что турбину тоже можно... Конечно, мы ее повезем на стенд проверить Но у нас впускной тракт Весь в одинаковом состоянии То есть для моторов с непосредственным впрыском Это отличный показатель Он, конечно, есть там вон наросты внутри Как и всех... Ну, обычные наросты Не вот такие Никакие-то, сверхъестественные Ну, ничего, пока сверхъестественного нет Пока движемся по полу Ну, да, разбираем дальше Хотел бы еще обратить ваше внимание На размер масляного насоса Для сравнения, я не знаю, что взять Крышку от колпачка, от обычного Ну, да, я думаю, даже на фоне, как бы, руки моей Вам видно, что... Насколько он маленький Насколько он, да Ресурс, насколько маленький Производителям Сама рабочая часть, где-то сантиметр, наверное Ну, да, сантиметр ширины Потом согласование клиента Обязательно откроем его вам Если, конечно, он разрешит И посмотрим Посмотрим, да Просто, насколько за 70 тысяч пробега Что там с ним произошло О, да, все разобрал, да? Ну, да Начнем мы по порядку Да, давай Цепи показали, как бы, цепи показали А, мы показали внешне Наверное, да В общем, нагар по двигателю Во что превратились как бы все резинки Не знаю, передается ли звук Но, в общем, все это превратилось в пластик Хотя пробег заявленный не такой уж большой Но наше предположение, что пробег не соответствует Ну, мы не можем это утверждать Но всякие косвенные признаки, да, на это указывают Вот у нас наш первый цилиндр Обратите внимание на нагар на выпускных клапанах Вот, допустим, возьмем соседний второй И уже цвет другой Ну и меньше отложений Да Ну и сейчас мы к этому первому цилиндру еще вернемся Это наши постели распредвалов Видна выработка В принципе, невооруженным глазом даже, наверное Да, видно, да Да, да, да Да, слушай, значительно Ага, видно Валы также отправляются под полировку Видна выработка На стаканчиках А вот по стаканчику покажи ты, Глава, что там Короче, такие ямки уже Просто вот они набиты И как бы объяснение Иногда такие ямки превращаются в дырочки Да, конечно, владельцу Да, мы будем советовать заменить их Ну, ни стружки, ничего в подании нет Нет, нет, за исключением как бы нагара Но при таком расходе масла Это естественно Просто одна сплошная закоксованность Катализатор Одна из проблем этих двигателей Да, это то, что Да, здесь В части части катализатора летят во впуск, обратно Точнее Ничего, фонарик сам Ну, там Ну, визуально мы посмотрели В принципе, состояние такое Удовлетворительное Да, по краям он начал расходиться И видны окалины Но это, скорее всего, просто, опять же Как следствие расхода масла То есть, просто Температура горения масла Горит гораздо выше И, конечно, это повлияло На наш катализатор Поэтому будем варивать туда Ремонтный картридж Дальше Дальше по блоку Интересно С маслофорсунками Да, до завода с маслофорсунками Вот наш первый поршень На котором С нагаром масло Причиной стало залегшее Скорее всего Маслосъемное кольцо Мы, естественно, сейчас будем еще промерять Это все смотреть Цилиндр на эллипс Но, когда вытаскивали поршень Маслосъемное кольцо Сделало у нас вот так То есть, оно разжалось То есть, оно разжалось И внутри вот сейчас оно все забито Мы не можем его прожать на месте То есть, скорее всего Это просто Первоначальная причина Это качество масла Также у нас Как бы Со слов владельца Первый раз об этой проблеме Он узнал, когда уже Загорелось давление масла И, соответственно Это уже года как полтора Наверное, он ездит Соответственно Вкладыши Шатуны не сильно погрызанные Коренные как бы не зря открыли Есть борозды Видимо, и мусор попадал И вот Самое, что интересное Вот этот вот след То есть, непонятно Как будто это трещина Возможно, камера не передаст Но Обычно, когда попадает мусор Подкладыш Ну, в нашем случае Это кокс, масло, мусор Оставляет вот такую Горизонтальную полоску Вот непонятная Такое ощущение Что это трещина Потом обязательно У нас ребята в токарке Проверят это все Ну, вкладыши В любом случае Под замену Ну, в общем-то и все Робот А, давай, наверное Еще по задирам Покажем людям Как таковых В принципе Задиров нет Можно сказать Это, конечно, как-то Прямо Это как-то Было 70 тысяч ездить Что? Вот, наверное С этой стороны Лучше снять Песняй, дай мы доснимаем А, пожалуйста Давай Нам чуть-чуть осталось Ну, есть такие Только начало На начальной стадии В целом даже Хон везде просматривается В принципе Вот такой вот Результат получился В дефектовке Виновников Как таковых Я думаю, нет Это совокупность факторов Качество наших Горючих смазочных материалов Возможно Нечестность людей При продаже авто На вторичном рынке Потому что Полной картиной Мы не владеем И Это все наши догадки Наша задача В принципе Сейчас Промерить весь блок Приложить Владельцу Варианты решения Этой проблемы И быстро Качественно Это все перебрать Отремонтировать На естественно Оригинальных комплектующих Ну у нас Какой план По ремонту Даже Давай сейчас Будет Вторая часть Не будет Может с ними Может нет Но сейчас Мы просто Накидаем Колено Полировка Блок Гильзовка Я думаю Ну просто Из нашей практики Исходя Все промеры По коленвалу Будут В допусках Поэтому Ставим Стандартные Вкладыши Как коренные Так и шатунные Единственный вопрос У нас остается По постелям Распредвалов То есть там Скорее всего Потребуется ремонт И соответственно Полировка Самих распредвалов Новые поршня Да Да естественно Ну и в целом На этом все Да Ну вот Такое видео Получилось Пишите комментарии Вторая часть Нужна Да Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok